Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Мы с вами продолжаем обзор самых лучших томатов, которые можно посеять на рассаду этой весной 2019 года. О многих сортах я вам уже рассказала. А сейчас хочу рассказать о томатах сливка шоколадная. Это черри. Томаты достойные, очень-очень обильные, урожайные, кисло-сладкие, очень высокие, достигают высоты крыши теплицы и растут просто кистями. Отлично идут на засолку и также в салаты. Это для любителей экзотики. Вот о таких черри я мечтала. К сожалению, не нашла ни в одном магазине. Но зато нашла вот такие. В этом году я, конечно же, тоже их посажу. Посмотрите, какие они росли у меня в теплице. Вот такие высокие, крепкие кусты. Ветвистые, стебли плотные и очень много плодов на каждой ветке. Плоды держатся крепко, не осыпаются. И если зреют прямо в теплице, то очень сладкие. И если дозревают в ящиках, то с кислинкой. Кому понравится, тоже обязательно себе посадите 3-5 кустов для разнообразия. Сорт индетерминатный постоянно нуждается в посынковании. Вот такое чудо у меня наросло. Плоды получились по 3-4 сантиметра. Плоды плотненькие. Шкурка тоже плотная. Не трескается. Красивые, глянцевые. Но, конечно, не настолько плотная, как лель и гаспачо. Но, тем не менее, для консервирования очень хорошо подходят. Да и в салате для отрядания разного цвета. А сейчас давайте взвесим наши плоды и посмотрим, сколько весит самый маленький и самый большой. Самый маленький 30 граммов. Самый большой 51 грамм. Соответствует заявленному. Давайте разрежем и посмотрим, какие они внутри. В отличие от пальчиковых сортов, плоды сочные. Кроме употребления в свежем виде, можно пропускать в сок, консервировать, использовать для приготовления аджики, леча, и, в общем-то, на ваше усмотрение. Этот сорт плодоносит практически до поздней осени. Смотрите наши другие видео и до новых встреч!